Итак, подсветим вот такой комментарий. А зачем вы тогда говорите, что вы любите благодарность в виде денег? А что не так? Я и сейчас это говорю. Это даже не то, что любитель. Это ваша ответственность направлять деньги. Потому что деньги любят поток. И деньги – это инструмент. Когда вы что-то получаете, то вы призваны благодарить. И благодарность бывает разная. Благодарность бывает в виде денег. Благодарность бывает в виде объятий. Благодарность бывает в виде слов. Благодарность бывает разная. И тут ничего нет противоестественного, когда человек за свою работу получает вознаграждение в виде денег. И в чём противоречивость? В том, что я вам сказала, что пока я не хочу быть миллионером, в этом противоречивость. С точки зрения, скажем, я в Украине живу, гривневого эквивалента, я давно уже миллионер. Я давно-давно уже миллионер. Уже, наверное, лет 10-15 миллионер. С точки зрения гривневого миллионера. Если мы говорим о долларовом миллионере, то есть это порядка, получается, сколько? Один на 40. Это где-то 40 миллионов гривен надо иметь. 40 миллионов. Может быть, я приду к этому когда-нибудь. Может быть, я когда-нибудь созрею к этой мысли. У меня зреет эта мысль. Но миллион ради миллиона, вот как таковое, знаете, вот миллион ради миллиона. Миллион, чтобы вам всем доказать, что я миллионер. Абсолютно нет смысла мне в этом ни доказывать, ни показывать. Я живу своей жизнью. Я всегда говорю, вы не пришли смотреть на меня, что я из себя представляю. Вы пришли сюда для того, чтобы понять, что вам делать с вашей жизнью. И у меня есть инструменты. То есть я не пришла показывать себя. Я пришла вам продать инструменты, с помощью которых вы все свои цели будете способны осуществить. Все доедины. Если в ваших целях стать миллионером, то эти инструменты вам тоже помогут быть миллионером. Я сейчас очень многие бизнесмены веду, которые миллионеры, ну, та же гривневые. И я им помогаю перейти на следующий уровень, там, 2х или там 3х. Но при этом я тоже миллионер. Единственное, что не эквивалент в денежном, да, а эквивалент в недвижимости, в машинах и во многих других вещах. Но стоит ли мне показывать свою жизнь вам? Не вижу.